Славянные рейские веды Информация идентична с индийскими ведами, записана в рунах, индийский на санскрите, но вот когда мы говорим индийский и русский, это не совсем правильное понятие сейчас, потому что в то время не было ни Индии, ни России, когда веды записывались, не существовало ни России, ни Индии. Земля была арийской вся. Арии жили. Это не вид жизни, не биологический вид жизни. Это уровень сознания. Каждый из нас тоже может стать арийцем, если развивется знание просто соответствующее. Они различали материю и дух. Вот это арийская цивилизация. Если вы различаете материю и дух, вы уже арий. И русские веды были записаны позже намного, то есть раньше, примерно им датируется примерно 7 тысяч лет, это трудно сказать, потому что они плохо сохранены. Но так говорят специалисты некоторые, что где-то 7 тысяч лет, как они были записаны. Индийские в том регионе 5 тысяч лет назад. Для чего записывались веды, кто знает? Знание существовало до этого. Записывались, потому что ослабела память. Да, да, да. Сейчас человек не может столько помнить, запоминать, поэтому записи появились. И то есть раньше было записано русские и славянские веды, которые мы сейчас так называем в рунах. Причем записывались в клубочной письменности секретным образом. Сматывали в клубки тексты. Нитка выставляется в тексты, складывается, проклеивается, высыхает, сматывается в клубок. Хранится на полке все. Вы ничего не видите, никаких книг. Нужно прочитать, разматывайте клубочек, тексты стягиваются снова. В сказке. Иванушка по клубочку находит дорожку. Вот она, клубочная письменность. Это секрет. Индийские веды тоже секреты. В монастырях хранились, не распространялись. Никогда. То есть когда знание утрачивается, то есть качество утрачивается, память слабеет, людям не дают, становится недоступным всему обществу. Это знание, потому что могут злоупотребить. И информация, например, если Кришна здесь, там Крышинь. Если Вишну здесь, там Вышинь. Если Индра здесь, там Индрик и так далее. Мы сейчас с вами считаем на санскрите до сих пор. Один, один, два, два, три, три, четыре, чатур, пять, панча, шесть, шат. То есть сохранился санскритский текст. То есть это общая была раса, одна раса была. И как говорится, в разных регионах она немножко отличалась друг от друга. Но центр был там, где люди обладали наибольшим духовным могуществом. Это была столица мира, Хастинапур в то время. Но знание ведическое не пришло ни из Индии, ни из России. Ни оттуда, ни оттуда. Человек это то, что созданное. Знание пришло свыше сюда. Это знание вселенского масштаба. Веда. Это не национальное какое-то, ни русское, ни индийское знание. Это знание о душе. А душа не русская, не американка. И человек существо созданное. Он предназначен для осознания вот этой своей самой души. Вот это знание для этого дается. И если мы превратим веды в национальное что-то, достояние, то оно не сможет быть усвоено всем миром. Присуще только какой-то одной нации, скажем, России, только для русских, скажем, или только для индейцев. Индийцев нет. Это знание арийское для всех. Это не биологически проявит жизнь. Это именно сознание, развитое сознание человека. А каждый может это развить. Вот это как бы особенность этого знания. Субтитры создавал DimaTorzok